Всех рад приветствовать на нашем YouTube канале Авторская Прикормка. В этом видео я поделюсь с вами рецептом одной из самых лучших зимних прикормок. Но сразу скажу, эта прикормка подходит не только для зимней ловли, но также и в другое время года. Эта прикормка отчасти полностью растворяемая в воде. Также эта прикормка относится к типу профессиональных зимних прикормок. Также обязательно досмотрите это видео до конца и я скажу вам в каких случаях вам нужна прикормка на рыбалке. Также отвечу на некоторые вопросы по прикормке и развенчаю различные мифы о ней. Не только об этой, а вообще в целом о любой прикормке. Прежде чем замешивать эту прикормку, скажу сразу. Любую прикормку, какую бы то ни было по составу, можно переувлажнить. Что значит переувлажнить? Это значит то, что прикормка потеряет свои физические свойства. То есть она не будет работать так, как должна. Из любой прикормки можно сделать пластилин, добавив больше воды, чем нужно. Также любую прикормку можно недоувлажнить. Соответственно она будет рассыпаться еще при ударе о воду. И будет уплывать подальше от нашей точки ловли. Поэтому всегда все рекомендуют прикормку увлажнять в два, а в то и в три этапа. Ну у кого рука набита, кто уже не первый день в рыбалке, знает как правильно увлажнить прикормку. Это делается постепенно, с небольшим количеством воды. Иногда в воду добавляют различные активатриклёва, аттрактанты и так далее. Думаю это и так всем понятно, но если кому-то непонятны такие аспекты приготовления и замешивания прикормки, пишите в комментариях, с радостью отвечу. Итак, приступаем к замешиванию этой прикормки и расскажу вам, из чего она состоит и какие компоненты я в нее добавляю. Рецепт легко запоминается, так как очень простой, состоит из трех компонентов и все они идут примерно в одном количестве. Это полстакана рыбной муки, полстакана кукурузной муки. Кукурузная мука предварительно пассирована, обжарена на сковородке. И полстакана кукурузной муки, добавляю немного воды и постепенно замешиваю. Здесь добавлена кукурузная мука, а не какая-либо другая, именно из того условия, что кукурузная мука, она не такая клейкая, как, например, простая пшеничная. Ну и от пшеничной толку, кроме склеивания, в прикормке больше практически никакого нет. Из такого объема получается около пяти средних прикормочных шаров, что вполне достаточно, особенно на зимней рыбалке. Такой прикормки хватает, чтобы ловить практически весь день. Также забыл сказать, что рецепт этой прикормки мой, не товарищей, не друзей, не чей-то еще, а лично мой рецепт прикормки, который проверен. Рецепту этому уже много лет и вполне он вам поможет на рыбалке. Не только зимой, но и в любое время года. Этим рецептом я еще нигде не делился, ни на форумах, ни в журналах, в интернете вообще нигде не было. Это первое видео с упоминанием этой прикормки. Так, а теперь самая главная информация, о которой я говорил в начале. Зачем нужна прикормка? Прикормка нужна, как многие знают, и еще достаточно многие не знают. Это правда, многие не знают, для чего нужна прикормка. Так, одна половина рыбаков считает, что прикормка это залог успеха на любом месте и в любое место подойдет рыба. Другая же половина рыболов знают, что чтобы прикормка работала так, как надо, нужно выбрать место, где есть рыба. И тогда в этом месте мы поймаем больше рыбы, чем без прикормки. А если место плохое, то его нужно кормить несколько дней, а то и недель, чтобы в плохое место подошла рыба. Подведя итог, прикормка. Она всегда может принести нам больше улов, чем обычно. Но многие на нее надеются, в совершенно бесперспективных местах, что она привлечет рыбу. И эта информация неправильная. Но, к сожалению, большинство людей фантазируют себе многие вещи, а потом разочаровываются в прикормках и других добавках для рыбалки. Не имея понятия, для чего они нужны и как они работают. Также прикормка актуальна, когда у вас есть соперники на рыбалке, соседи по рыбалке, как ни назови, а идет достаточно большой прессинг. И для того, чтобы больше рыбы собиралась именно на нашей точке ловли, для этого и применяется прикормка. Прикормки бывают разные, их больше ста видов. И компонентов тоже огромное количество. Кстати, про компоненты. Многие у меня спрашивают, где купить те или иные компоненты. И я чаще всего не отвечаю. Почему я не отвечаю? Потому что я могу посоветовать вам какой-то магазин, а он, например, вам не понравится. Не понравится по ряду причин. Например, там идет оплата вперед. Либо, наоборот, они не доставляют почты России. Либо они вообще в ваш город не отправляют. Поэтому всем и каждому рекомендовать, где и что покупать, я не берусь. Потому что ответственность будет потом за эти покупки лежать на мне. Поэтому я считаю, что каждый, кто смотрит рыболовные каналы, взрослый человек и должен отдавать себе отчет, что можно легко в интернете, в своем городе поискать и найти какой-либо компонент. Все мы люди взрослые, и я думаю, что не нужно никого вводить за ручку и показывать, где что продается. Если человек увлекается компонентами, значит, он найдет, где купить компоненты для рыбалки, для прикормки, для создания трактанта и так далее. Потому что магазинов много, и каждому нравится свой магазин. По ряду причин. Где-то скидки, где-то кэшбэки, где-то еще различные условия, где-то оптовые условия хорошие и так далее. Поэтому не серчайте на меня, если я вам не говорю, где купить компоненты для рыбалки. Я лишь показываю то, что я готовлю для себя, для своей рыбалки и из тех компонентов, которые у меня есть. Которые себя хорошо зарекомендовали, которые хорошо и давно плотно использую в рыбной ловле. По всем адекватным вопросам пишите, конечно же, в комментарии. Буду всем отвечать и помогу, чем смогу. Но не спрашивайте, где покупать те или иные компоненты, потому что я никого не рекламирую. За исключением своего авторского сайта. Его я могу порекомендовать, так как я лично им заведую. Мой авторский сайт авторскаяприкормка.рф Если что-то нужно вам с моего сайта, то всегда пожалуйста. Если вам нужны другие компоненты, то ищите самостоятельно. Я в этом, конечно, могу помочь, но думаю, вы сами разберетесь, где вам купить тот или иной компонент. Так будет честно для вас и для меня. Был рад поделиться полезной информацией и желаю вам всего доброго. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok